Всем привет! С вами Лара Светлова, ваш психолог, кандидат психологических наук. Уже более 30 лет я помогаю людям преодолевать трудную жизненную ситуацию. И любой профессиональный психолог всегда задается вопросом, в чем сходство и в чем отличие представителей разных национальностей. Лето 2024. Как-то в армии спасения я спросила у одного финна, как настроение, чем занимаешься? И он ответил, мы наслаждаемся летом. Дело в том, что в Финляндии не принято очень сильно выражать свои эмоции, как в других странах, например, Италия, Испания, Мексики, Россия. Финны достаточно сдержанные и в каком-то смысле эмоции у них под запретом. И такое впечатление, что они запрещают себе выражать эмоции зимой, весной, осенью, но летом. Как будто пусковой крючок ослабевает, и они наслаждаются летом. Они идут во все тяжкие. Я наблюдаю, хожу мимо баров летних и террас. Они сидят целыми днями. Такое впечатление, что многим делать нечего совершенно дома. Они много выпивают. Они ждут праздник Юханус, праздник середины лета. И тогда уже будет столько банок, что дети и другие нуждающиеся взрослые будут подбирать и сдавать их. И на много-много десятков евро я это наблюдаю. И так эмоции под запретом только зимой, весной и осенью. А летом позволено финнам всем. Многие эмоции, многое достаточно такое свободное поведение. Вчера, возвращаясь с магазина, я увидела девушку моего возраста. Она упала с велосипеда и поронила ногу. И я предложила ей помощь, но она достаточно была пьяная. Сказала, хочешь, я тебе помогу? Но она отказалась. И я ей сказала, пожалуйста, не используй велосипед, видя ее вполне пьяное состояние. И так у каждой национальности есть свои особенности. А у вас под запретом эмоций и чувства? Или вы выражаете их ежедневно и круглогодично? Жду комментарии под этим видео. Увидимся. Всем прекрасного лета. See you every day with you. Лара Светлова. Welcome to our club.